Всем привет! Вы на канале МАФ Инструкции и в этом видео я покажу, как защитить кошелек Metamask от взлома при помощи файла хранилища другого кошелька. Если открыть раздел FAQ на сайте Metamask, ссылки на сайт и раздел есть в описании, то в разделе «Как мне защитить свой кошелек» мы увидим, что кошелек хранит пневмоническую фразу, пароли и приватные ключи в зашифрованном формате на устройстве, на котором установлен кошелек. Получается, получив доступ к вашему компьютеру, теоретически можно получить доступ и к вашему кошельку Metamask. Поэтому, если на компьютер попадет вирус, то он сможет получить всю необходимую информацию для входа в кошелек. Эту проблему можно решить двумя способами. Первое. Перевязать Metamask к другому кошельку, у которого есть функция входа при помощи файла хранилища ключа. Второе. Использовать аппаратные кошельки, такие как Trezor и Ledger. В этом примере будем использовать первый способ и воспользуемся кошельком MyEtherWallet. Для этого переходим на сайт mytherwallet.com, ссылка есть в описании. Нажимаем «Создать новый кошелек». Если у вас уже есть кошелек, в который можно войти при помощи файла хранилища, то перемотайте видео на следующий этап. Выбираем способ создания файл хранилища ключа. При желании можно создать кошелек и файл хранилища в оффлайн режиме. Для этого нужно установить веб-версию сайта. Например, в браузере Chrome просто выбираем «Установить MyEtherWallet». Подробная инструкция есть по ссылке с этой страницы. Задаем пароль для создаваемого кошелька. Он понадобится для доступа к кошельку и нажимаем «Далее». Обращаем внимание на рекомендации по безопасности от создателей кошелька. Пароль, который мы только что создали, лучше сохранить в безопасном месте, не на вашем компьютере. Тут как удобнее, либо записать пароль на листе бумаги и хранить этот лист, либо записать пароль в электронном документе, который будет на отдельной флешке, в облаке с двухфакторной авторизацией, на другом компьютере или телефоне. Обычно создание файла занимает несколько секунд. Нажимаем на кнопку «Скачать файл хранилища ключа». Если мы откроем этот файл, то из важной информации в нем найдем только публичный адрес вашего кошелька. Для доступа к кошельку все равно понадобится пароль, который мы только что придумали. Поэтому пароль и сам файл нужно хранить в разных местах. Тут мы закончили. Теперь открываем метамаск и нажимаем на иконку профиля. В кошельке вы можете создать несколько счетов и использовать их для разных целей. Каждый счет это может быть либо другой кошелек, либо счет внутри метамаска. Для импорта кошелька MyEtherWallet нажимаем «Импортировать счет». Выбираем тип JSON файл и выбираем сам файл. Вводим пароль к файлу хранилища, который мы задали на сайте MyEtherWallet и нажимаем «Импортировать». Импорт кошелька в метамаск не моментальный, нужно подождать несколько минут. Когда импорт завершится, в метамаске создастся отдельный счет. Открываем список счетов и видим, что напротив нового есть переписка «Импортирован». Это означает, что счет создан в другом кошельке и мы просто открыли его при помощи метамаска. Если злоумышленники получат доступ к вашему кошельку метамаск, то они не смогут зайти в этот импортированный счет без файла хранилища и пароля от него. Давайте это проверим. Попробуем зайти в кошелек метамаск с другого браузера. Предположим, что это компьютер злоумышленника, который узнал нашу мнемоническую фразу. Для входа используем только мнемоническую фразу от кошелька метамаск и задаем новый пароль. Открываем список счетов и видим, что обычные счета сохранились, а импортированного счета нет. Если создадим новый счет, то это уже будет другой счет, не тот, который мы импортировали. Чтобы получить доступ именно к импортированному счету с другого устройства, понадобится файл хранилища и пароль от него. Возвращаемся в наш основной браузер. Как мы помним, метамаск хранит все пароли на нашем компьютере. Это относится и к паролю от импортированного счета. Если мы не удаляем импортированный кошелек из метамаска, то при выходе из аккаунта метамаск и входе в него, кошелек снова будет доступен. Например, я нажимаю выход и снова вхожу по паролю от метамаска. Открываю счета и вижу, что импортированный счет все еще доступен. Вводить пароль от файла хранилища уже не нужно, потому что его сохранил метамаск. Если злоумышленники получат доступ не только к вашей мнемонической фразе, но и непосредственно к вашему компьютеру, то они смогут воспользоваться импортированным счетом. Метамаск запрашивает пароль только когда вы выключаете и снова включаете свой браузер. Поэтому, когда вы закончили работать с импортированным кошельком, лучше его удалить из метамаска. Открываем настройки этого счета, выбираем удалить учетную запись, нажимаем удалить. Когда вы в следующий раз будете работать с этим кошельком, просто снова нажимаете импортировать счет, выбираете файл и вводите пароль. Для максимальной защиты ваших счетов лучше сделать так. Сам файл хранилища и пароль от него сохранить в разных местах, например на другом компьютере, на телефоне, на флешке, либо в облаке с двухфакторной авторизацией. Итак, мы только что защитили кошелек метамаск от злоумышленников при помощи привязки файла хранилища другого кошелька. Соблюдайте базовые меры предосторожности и держите ваши активы в безопасности. Если видео было полезным, ставьте лайк. Если что-то было непонятным, задавайте вопросы в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok